Слава Украине! Привет всем от Полонска! Вот стала понятна ситуация, почему Орбан так бурно протестует против принятия Украины в Евросоюз, которое не пройдет завтра или послезавтра, но тем не менее. Все довольно просто. Орбан прямым текстом заявил о том, что Украина получит тогда все деньги, которые сегодня Евросоюз тратит на Венгрию. То есть Венгрия гадит Евросоюзу по всей, как говорится, ширине и довжине. То есть только то, что могут, то и делают гадости, подрывают любые решения, в то же время гребут с Евросоюза деньги и не хотят, чтобы их получала Украина с тем, чтобы, как говорится, доводить Украину до уровня Евросоюза. Вот, собственно говоря, и все. Деньги, деньги, деньги и ничего другого. Никаких идеологических подоплек или еще каких-то, или про коррупцию. Ну, коррупцию там хуже, чем в Венгрии, по-моему, уже вообще нет. Даже у нас такого нет. Вот, поэтому все абсолютно очевидно. Надо сказать, что обижаться здесь на Орбана или вообще как-то обижаться в такой ситуации, ну, вряд ли приходится, потому что, ну, в общем и целом это нормально, будете удивляться, но это нормальная ситуация, когда, ну, скажем так, прагматичный политик стоит за интересы своей страны, он тупо хочет, чтобы эти бабки шли в Венгрию. Вот, собственно говоря, и все. Ему плевать на все, на всех, на вся. Ему плевать на Евросоюз, ему плевать на нас. Ему хочется, чтобы бабки шли в Венгрию, чтобы он там зарабатывал свои очки и т.д. и т.п. Еще раз говорю, обижаться на это дурня полная, а вот каким-то образом воздействовать с этим, и, скажем так, объяснять Евросоюзу, что так неправильно, это абсолютно правильно. То есть это просто реал политик, ничего тут такого нет. Кстати, тот же Израиль себя ведет абсолютно так же. Почему Израиль не... Вот видите, Орбан не хочет, чтобы деньги перекочевали из Венгрии в Украину, правильно? Тогда скажите мне, почему мы признали Холокост, а Израиль не признает Голодомор. Ну-ка, с одного раза расскажите мне, почему. Я даже говорить не буду. Посмотрите на Орбана, не признание. Все очевидно, да? Вот, абсолютно такая же ситуация. Я не обижаюсь тут в этой ситуации на Израиль, потому что это, опять-таки, это бабки. Это абсолютно прагматичное такое понимание ситуации. Ну, в случае с Израилем, например, это еще и... Там несколько сопутствующих вопросов, потому что тогда в Израиле придется... Опять, это... Я не хочу кого-то оскорбить, я не хочу кого-то, знаете, там, унизить или задеть. Это просто реальные прагматичные вещи. Тогда в Израиле тому правительству, которое признает Голодомор, ему тут же начнут закидывать. А вот, были погромы, а вы это не признаете. Почему вы, мол, почему вы признали тогда Голодомор? Это первый момент. Второй момент. Это, кроме этого, еще тот, что... Те, кто организовал Голодомор в Украине, да, вы просто посмотрите тогда списочный состав НКВД. Вопросы отпадут сами собой, тогда... Вот поэтому Израиле не хочет признавать. Не хочет признавать Голодомор, просто... Дело не только в бабках, и не только в международном сочувствии, да. Дело еще и вот в этих погромах 1905 года, которые уже были больше 100 лет назад. Вот. Ну и в списочном составе НКВД в 32-33 годах. А вот очень интересный, этот списочный состав. Даже не буду говорить, кому интересно, поднимите его там в интернете, посмотрите. Поэтому я к чему? Да, Орбан какашка. Да, это очевидно, абсолютно, да. Ему абсолютно наплевать на нас. Но, с другой стороны, он абсолютно такой, знаете, прагматичный циник. И говорит, что он в мире у нас один такой, ну, явно не приходится. Вот, собственно говоря, и вся песня. У нас такой же он Трамп в Америке. Ничем не лучше, ничем не хуже. Да и вообще, господи, прости. Таких политиков пруд пруди и... Скажем так, обижаться на это все, последнее дело. Нужно взаимодействовать с этим. Нужно иметь холодную голову. И знать, как с этим бороться. Вот, собственно говоря, и все. Как говорится, чувствовать себя обиженным. На обиженных воду возят. Субтитры создавал DimaTorzok